Недетский ужас. Страшная правда с Кобровки. Об этом месте на карте Белоруссии последнее время говорят все чаще. Как у нас, так и на Западе. Говорят по-разному. От отрицания страшных событий до обнародования шокирующих подробностей. И даже у отечественных историков нет единого взгляда на происходящее там. Всему виной треклятые белые пятна. Почти не осталось документальных подтверждений геноцида. В основном до нас дошли воспоминания очевидцев, записанные спустя годы. Так что же происходило возле Минска незадолго до освобождения белорусской столицы от гитлеровцев? Современная Кобровка – обычный населенный пункт в Пуховичском районе на Минщине. Таких тысячи в разных уголках Беларуси. Привычные взгляду деревянные добротные хаты соседствуют с дорогим новостроем. Коренных жителей все меньше, дачников все больше. Свидетелей военного времени в живых – уже никого. В центре села на перекрестке памятник – балун с черной плитой, на которой надпись. В деревне Скобровка в 1944 году находился концентрационный лагерь детей-доноров. Сразу бросается в глаза – мемориал досмотрен. Ограда окрашена, яркие пластиковые цветы украшают пространство вокруг памятного камня. Мужчина, которого встречаем неподалеку – Александр, представляется собеседник. Узнав о цели нашего визита, охотно рассказывает, что памятный знак на этом месте установили, скорее всего, для удобства. Лагерь-то, по его мнению, располагался левее. В домах по улице ведущий к бывшему военному аэродрому. Сейчас на месте летного поля – сельскохозяйственное угодие. А почти 80 лет назад оно было обнесено колючей проволокой. По периметру стояли вышки с пулеметчиками. Немцы страшно боялись партизан. Наш случайный, но, судя по всему, весьма осведомленный собеседник сообщает, что довоенное строение или какие-то объекты, хоть как-то связанные со страшной историей Скобровки, не сохранились. После победы люди заново отстраивались. Даже дорога, утверждает мужчина, стала более петлистой. Старший научный сотрудник Пуховического районного краеведческого музея Александр Пронович, с которым мы вместе приехали в Скобровку, ничуть не удивляется, что в те годы о том, что происходило в Скобровке, молчали. В 1960-е, 1980-е никто даже не вспоминал, что в Скобровке была детская деревня, где держали малолетних узников. Все скрывали. Александр Александрович знает, о чем говорит. В 1970-х учительствовал в соседних Ананичах, позже работал в Пуховическом райкоме партии. Тогда о детском концлагере в Скобровке действительно помалкивали. Тема была, что называется, закрыта. Ей не занимались. Даже в книге «Память. Пуховицкий район», увидевший свет в 2003 году, в перечне военных памятников на территории Блонского сельсовета, к которому относится деревня, нет упоминания о монументе, перед которым мы стоим. Хотя опубликованы шокирующие воспоминания Лобач из «Мариной горки». Из Бобруйска на станцию Пуховича были привезены дети в количестве 850 человек. Позднее привезли еще 760 человек. Возраст детей от 6 до 14 лет. Я беседовала с работниками детского лагеря деревни Скобровка насчет обращения с детьми и для какой цели они взяты. Мне рассказали. Обращение с детьми было неплохое, но детей брали для того, чтобы взять у них кровь для раненых немецких солдат и офицеров. Это делалось так. Приезжают в лагерь днем, отбирают полнокровных детей, а вечером по темну увозят. После этого в лагерь дети больше не возвращаются. Куда девают их, неизвестно. Шрамы на сердце. Много белых пятен. Отвечали нам краеведы и исследователи, которым мы обращались с просьбой рассказать о Скобровке в годы фашистской оккупации. О лагере для малолетних узников. Мол, в архивах ничего нет, а свидетельства очевидцев – лишь вспомогательная база. Единственный документ, на который ссылались наши собеседники, хранится в Национальном архиве Беларуси. Опубликован в книгах, можно найти в интернете. Акт о детском лагере, созданном немецко-фашистскими оккупантами в селе Скобровка. Составили его сразу после освобождения населенного пункта 8 июля 1944 года. Подписали акт офицеры Красной армии, гвардии майор Гуренко и капитан Костян. Их инициалы не указаны. А также жители деревни – семья Федоринчиков, Зинько, Циманович. Что можно почерпнуть из этого документа? С 27 мая 1944 года в селе Скобровка открылся детский лагерь из привезенных из Полесских областей детей в возрасте от 6 до 14 лет. Лагерь назывался «Детское село Скобровка», а позднее – «Юношеское село Скобровка». По краям Скобровки жили крестьяне и стояла немецкая воинская часть. Значительная часть жителей была эвакуирована. Село имело обозначенные границы. По улице с обеих сторон построены деревянные двойные стенки, засыпанные землей, с бойницами. Патрулировала вооруженная охрана. Проволокой «Детское село» обнесено не было. В лагере имели место случаи смерти детей от ТИФа. Несовершеннолетние узники жили в пяти-семи домах в центре вытянутого на три километра населенного пункта. В каждой хате от 20 до 36 детей. Александр Пранович утверждает, что более близки к правде последние сведения о 27 домах, где содержались дети и подростки. За неполные два месяца через лагерь в Скобровке прошло до 1800 юных заключенных. Кормили их один раз в день. Выдавали 200 граммов хлеба, эрзац-кофе – немецкий стандарт, которым поили даже узников Освенцима, консервную банку со щавелем, собранным самими заключенными, иногда наливали супа. Молоко не полагалось, хотя в лагере было стадо из десяти коров. Поднимали в семь утра, принуждали к сельскохозяйственным работам. Детей били, в наказание заставляли прыгать по селу по лягушачьи. Перед приходом Красной Армии их погнали засыпать колодцы, уничтожать крестьянские сады и огороды, жечь солому с крыш и оставленную селянами домашнюю утварь. Почти в самом конце акта о детском лагере – замечание. Слухов о том, что у детей брали кровь здесь, не было. Именно так, с пропущенной запятой. И понимай, как хочешь, то ли слухов не было, то ли кровь брали, но не здесь. Сложно о чем-то говорить конкретно, пока нет документов, разводит руками Александр Пранович. Основа – этот акт. А может быть, он недостоверен? А просили после освобождения местных женщин. Они рассказали, что знали. Наш собеседник полагает, что подобные документы в условиях военного времени, да еще в ходе наступления, могли составлять, что называется, на скорую руку. Главное – зафиксировать факт. Каких-либо основательных следственных действий, в том числе тщательного опроса свидетелей, никто не проводил по понятным причинам. Не стыкуется информация в акте и с воспоминаниями Лобач, опубликованными в книге «Память» Пуховицкий район. Уже в своем рабочем кабинете в Мариной Горке Александр Александрович снимает с полки мемуары генерал-лейтенанта Михаила Федоровича Панова, командовавшего 1-м гвардейским танковым корпусом, тем самым, что освобождал белорусский райцентр летом 1944 года. Зачитывает. В Мариной Горке нашей части освободили 80 советских детей в возрасте 8-12 лет. Перед глазами гвардейцев предстали живые скелеты, обтянутые кожей. Дети едва держались на ногах, посинели от большой потери крови. Оказалось, что гитлеровцы превратили детей в доноров. Изуверы брали детскую кровь для своих раненых, не считаясь жизнью маленьких пленников. Эта страшная картина усилила ненависть к врагам. Краевед обращает наше внимание на еще одно документальное свидетельство – воспоминания Григория Романовича Назаренко из Браслова. Он мальчишкой, которого домашние называли Жорж, оказался в концлагере. Их опубликовала газета «Беларусь сегодня» 9 сентября 2016 года. В итоге нас все-таки привезли эшелоном в Марину Горку. Здесь нас, видимо, держали в каком-то загажнике. Рядом со скобровкой был небольшой сарай из красного кирпича. Он был весь услан истертым льном, на котором мы спали, не раздеваясь. Александр Пранович говорит, что строения из красного кирпича вспоминали и другие выжившие малолетние узники. Но в деревне ничего подобного тогда не наблюдалось. Между тем, по утверждению Краеведа, находился льнозавод, где многие строения были из красного кирпича. Немцы во время оккупации приспособили его для хозяйственных нужд. И, судя по всему, часть детей, среди которых был и Жорж, привезли в этот кирпичный сарай в городской черте. Предположение может быть только одно. У немцев здесь были два лазарета, и юных доноров доставляли поближе к ним, в Марину Горку, рассуждает Александр Александрович. Здесь у них брали кровь и костный мозг. Словно в подтверждение этой исторической версии, жуткие детали из книги «Память» Пуховицкий район. Сестра из военного лазарета в Мариной Горке, Голубь Мария, не говорила, что она один раз утром обнаружила в лазарете пять детских трупов после того, как у них была взята кровь для раненых. Проштудировав многочисленные воспоминания бывших малолетних узников в различных источниках, замечаю следующее. Часть спасенных утверждает, что содержали их в самой Скобровке, откуда некоторых увозили, и они не возвращались. Другие бывшие малолетние узники в своих воспоминаниях говорят о каком-то кирпичном строении, где у них в несколько заходов брали кровь. На столе в небольшом кабинете старшего научного сотрудника Пуховического районного краеведческого музея появляется все больше книг и папок с документами. И вдруг словно озарение, как будто все пазлы сложились в огромное историческое полотно и стало очевидно и шокирующее, единящее душу и сердце правда. Фашистские изверги использовали детей как доноров, не только в печально известной Скобровке, но и в других местах Пуховического района. Им так было удобно, чтобы поближе к своим госпиталям. Эту версию подтверждают показания начальника Бобруйской хозяйственной команды номер 208, которую он дал советским исследователям. Их приводят Аркадий Шкуран и Василий Синькевич в своей книге «Скорбная хроника деревни Скобровка». В мае 1944 года командующий 9-й армией дал задание организовать так называемые «молодежные деревни», которые подчинялись бы молодежному движению Белоруссии. Вначале для этого выселили из двух деревень все гражданское население. Насколько я помню, эти деревни расположены вблизи Мариной Горки. По приказу 9-й армии, хозяйственная команда Бобруйска снабжала их продовольствием. Педантичный немецкий интендант вряд ли мог ошибаться, говоря о количестве находящихся на довольствии детских деревень около Мариной Горки. Но о второй Скобровке никаких упоминаний. Нет их в протоколах, которые вели советские исследователи. Пытаясь объяснить существующие нестыковки, исследователи обоснованно полагают, что кровь у детей в лагере не брали, для этого нужны определенные условия. Скорее всего, узников фашисты доставляли в немецкие госпитали, и уже там творили свои злодеяния. Известный акт тоже указывает на это. Взрослых и здоровых детей увозили в неизвестном направлении. Мы побывали на территории бывшего льнозавода в Мариной Горке. Теперь там филиал обувной фабрики. За нарядным фасадом просматриваются старые здания из того самого красного кирпича. От сознания того, что в одном из них дожидались своей печальной участи несовершеннолетние доноры, стало как-то не по себе. Кровавый след коллаборантов Александр Пранович утверждает, что в годы войны Пуховический район был адовым местом. В Минске гауляйтер Куба еще как-то заигрывал с белорусской интеллигенцией, говорит краевед. Но в Мариной Горке, где верховодило немецкое командование 9-й армии, действовали жестокие законы военного времени. Чуть что отвозили в лес и расстреливали. Детскую деревню Скобровка немцы создали по инициативе так называемого «Союза борьбы против большевизма», который в то время базировался в Бобруйске. Руководил организацией некто Михаил Октон, фигура таинственная и зловещая. О нем упоминают многие, но странное дело, даже фото этого выродка не сохранилось. Российский историк Иван Грибков попытался восстановить биографию коллаборанта и привел ряд фактов, позволяющих определить цели создателей лагеря в Скобровке. Октон – анаграмма, фамилия Михаила Натко, до войны сотрудника отдела образования в российском Орле. Летом 1941-го его призвали в Красную армию, откуда Октон Натко дезертировал и переметнулся на сторону врага. В ситуации, когда кое-кто сдавался немцам из-за собственной трусости или меркантильных соображений, этот служил за идею. Его приверженность национал-социализму оказалась настолько явной, что предателю доверили редактировать русскоязычную газету «Речь» и связанное с ней издание. Видимо, доверие это было настолько безграничным, что речь оккупационной власти цензуре не подвергали. Октона гитлеровцы считали своим. Летом 1943-го года, после успешного наступления Красной армии, предателю пришлось перебраться из Орла в Бобруйск. Весной 1944-го здесь по его инициативе и создали профашистскую организацию «Союз борьбы против большевизма». Причем бывший педагог не забывал о белорусских детях. Было принято решение сформировать воспитательные лагеря. Многое проясняют слова Альфреда Розенберга, рейхминистра восточных оккупированных территорий. Нельзя допускать, чтобы при возможных операциях по отступлению немецких войск подростки попали в руки большевиков, так как это может привести к усилению военного потенциала противника. Гитлеровцы бесчеловечные манипуляции с подрастающим поколением назвали сенокосом похищение детей, депортация, забор крови и костного мозга, убийство. Предусматривался вывоз юных рабов на принудительные работы в Германию, создание концлагерей на территории Беларуси. Ольга Клименко была подростком военные годы. В 2016 году она рассказала газете «Житё по лесу», как полицаи окружали деревни и насильно отбирали детей у родителей. Могли забрать как одного ребенка из семьи, так и сразу двух-трех. При этом использовали собак для поиска спрятавшихся, а сопротивляющихся матерей бабушек избивали прикладами. На вопрос «Куда вы их?» коллаборанты отвечали «К доктору». Несовершеннолетних закидывали в грузовики и везли на сортировочные пункты, откуда переправляли в Марину Горку, рядом с которой с Кубровка. При перевозке у всех детей брали кровь на анализ. Нетрудно догадаться, зачем оккупанты озаботились их здоровьем. По сути, так называемый «воспитательный лагерь» был лишь ширмой для бесчеловечных медицинских манипуляций. Лагерю в Скобровке выпала роль образцово-показательного. Его торжественно открыли 27 мая 1944 года. Священник Немшевич осветил дома. Детям выдали специальные значки «Союза борьбы против большевизма». Потом Немшевич расскажет исследователям. Он знал, что малолетних заключенных использовали в качестве доноров. Малоизвестный факт. Немцев в Скорбовке почти не было. Хватало усердных служак из числа коллаборантов. Был свой комендант лагеря, кладовщики и вожатые. Александр Пранович, занимаясь собственным расследованием, пришел к выводу, что в Скобровку привозили малолетних из Гомельщины, из детского концентрационного лагеря «Красный берег». А в Скобровке их готовили для отправки в Германию. Эти действия осуществлялись в рамках операции «Сенокос», говорит Александр Александрович. Цель была онемечить около 50 тысяч белорусских детей, превратив их в сено для немецкой нации. Факты отправки малолетних узников в фашистскую Германию подтверждены документально. Минимум две группы успели вывести. Дети работали у местных бауров и на заводах. Многие из тех, кто выжил, вернувшись на родину, поделились своими воспоминаниями, продолжает рассказ Александр Пранович. И всегда в этих тяжелых рассказах присутствовала кровь, как брали ее перед отправкой по несколько раз. Михаил Октон, идейный вдохновитель воспитательного лагеря, после войны незаметно исчез, хотя искали его долго и планомерно. Коллаборантов, начальника лагеря и вожатых осудили к различным срокам заключения. Очень много белых пятен пока. Не хватает фактов, вздыхает Александр Александрович. Но ясно одно, геноцид был. Несомненно. Вместо эпилога. Одна из последних картин, над которой работал известный белорусский живописец Михаил Андреевич Савицкий, рассказывает о детском концлагере Скобровка. История эта, подчеркивает Александр Пранович, до глубины души потрясла мастера, бывшего узника немецких концлагерей. Полотно получило название Скобровка 1944. Делясь творческими замыслами, Михаил Савицкий подчеркивал тогда, «Концлагерь, где брали кровь у детей, нигде официально не существовал. Лично я расцениваю его как преступление еще более страшное, чем у ирода, который убивал детей». Художник не успел завершить работу, который придавал огромное значение. Но он горел ею, снова и снова переделывал, понимая, насколько важна эта картина для памяти будущих поколений. Алексей Горбунов В 1960-е, 1980-е никто даже не вспоминал, что в Скобровке была детская деревня, где держали малолетних узников. Опросили после освобождения местных женщин, они и рассказали, что знали. У немцев здесь были два лазарета, юных доноров доставляли поближе к ним, в Марину-Горку. Цель была не мечеть около 50 тысяч белорусских детей, превратив их в сено для немецкой нации. Всегда в этих тяжелых рассказах присутствовала кровь, как брали ее перед отправкой по несколько раз. Геноцид на крови Фашисты отделяли детей с первой группой крови, несовершеннолетние становились полными донорами. Полный донор в гитлеровской терминологии – это человек, у которого забрали всю кровь. Запрещалось использовать при лечении раненых немцев кровь не до людей. Дети от 6 до 14 лет в эту категорию не входили. На территории Беларуси в 1941-1944 годах действовали 16 детских концлагерей. Треть из них создали для полного донорства. Самое известное Красный берег и Скобровка. Миркование доследчика Директор, галовный редактор выдавецкого Дома «Звязда», старшиня Союза письменников Беларуси, вядомый краезнауцца панны незадолго до вызволения Беларуси от немецких фашистских захопников. Отсутничал полновартосный массив документов. Многие дети после вызволения Маринной горки Скобровки просто разбеглися, шукаючи дом, притулок. Шмат хто з їх нават адрес своих пакут у памяти не утрымаў, а пазні про тое, што были у лагеры, мнохім празнавацца было боязна. Так прынамсе писалі у газету СБ Беларусь сегодня, я тады там працаваў, пасля публикації про Скобровку былые вязни, які тулькі параунальна недаўна пайшлі життя. Тіні у першыню тема дитячага концлагера ў Скобровцы была затронута ва ў спамінах партызанскага командира Паула Ворабьёва, які воеваў с фашистами на Пухавичыня. Военны юрысты, які служыў ў паслевоэнныя хады на Тихоокеанскім флоте, ён меў настойливы характар ў святлени істіны, і махчыма ў другой сваю книзі, перша імя Комсамола, вышла ў ведавеццві Беларусь двойчы, якая так і засталася ў рукапіся, свечыням ў дачынені до Скобровской темы было шмат болей. Мне давялося сустракацца с Паулом Сергеевичем ў 1985 годзе і некалькі гадоў я зым ліставаўся. Шкадую, што распытваючы ў партызана пра другіе моманты ў гу биографіі, я нея кабы шоў тему Скобровке. Чаму ў акці пра Скобровку, які склалі ў 1944 годзе, хапая нестыковак, недакладнастей. Мне тяжка хаварыць пра тое, на колькі сапраудым бу акт, які оформіли па свечых слядах Скобровской трагеды, яща ў час вайны. Але навядавоку тое, што ўсю карсіну трагедыўных драматычных падзе ё не адлюстраваў. Мяркую, што на месце лагера павінін быць помнік. Гіноцыт народа Беларусі, жадання фашыстаў знішчыць наш славянскі гінофонд, раструшчыць наш маральны, наш гістарычны код выявляўся ў самых розных праявах, не памятаць гэтага, не перадаваць память прадраматычныя выпрабаванні нашых гіраічных пращураў, шлях да духовной і фізічной гібілі.